Все, начали. Друзья, сделали очередной операцию, но пока у нас гемостаз, можете показать, пожалуйста. Гемостаз, как держится, ни капли крови нигде нет, вот настолько, у нас даже вена некровавая. Быстренько расскажу про питание, очень часто выйдет один и тот вопрос, питание при варикозе. Друзья, есть можно все, что угодно при варикозе, абсолютно все. Единственное, что нежелательно, продукты, содержащие витамин К. Как правило, это зеленые продукты, вот, и некоторые другие продукты, посмотри, витамин К. Не калий, не кальций, не что-то другое, а именно витамин К. Он сгущает кровь и, соответственно, может вызвать в таких расширениях, как вот в этой вене, вот в таких, может вызвать застой крови и, к сожалению, здесь могут образовываться тромбы. Поэтому только так. А так при варикозе, вот, вот, и вот еще здесь. Вот. Все остальное можно кушать все, что хотите. Вот. По варикозе именно так, друзья. Часто вижу, кто-то мне говорит на приеме, а что лучше, а чем это? Все, что угодно едите. Единственное. При гормональном сбое, друзья, стенка расширяется, да, и, соответственно, она, может быть, видна даже здоровая вена, она сильно расширяется. Вот. И продукты, которые там содержат жиры, они тоже не влияют. Какого-то прерывается часто. На что могут влиять вообще питание? На артерии, не путайте. Часто приходят. А нам сказали, что при варикозе это нельзя кушать. Ерунда, друзья. Вены к этому отношения не имеют. Только артерии. В артериях образуются бляшки, в артериях холестерин откладывается и так далее. Тромбы бывают и в венах, и в артериях. Вот, чтобы не было тромбов, минимизируйте продукты с витамином К. Все остальное ешьте. Побольше воды, побольше двигаться и тому подобное. Поэтому питание, наверное, сейчас многих удивлю, потому что есть люди, которые держатся на правильном питании. Вот эти диетологи, нутрициологи. Кушать нельзя то, кушать нельзя все, какие-то соки. Это ерунда. Витамины, которые укрепляют стенку варикозной вене, это витамины группы С, витамины магния. Магния вообще, при недостатке магния, растяжимость растет, и кожа бывает дряблая и тому подобное. У нас, к сожалению, 40% пролапсометрального клапана в России. Он бывает еще такой функциональный, как сказать, то есть не патологический. Первая, вторая степень. Оперироваться не нужно, это когда в сердце. То же самое с веном. Веном бывает растяженность. Как узнать, у ребенка бывают миксоматозы или нет, кстати? Дети легко делают шпагаты. А уже чуть старше, наоборот, склонные движения. Вот. Вот при недостатке магния вены тоже растяжут. Поэтому ешьте продукты с магнием только в нормальном количестве. Не надо переедать, потому что на другое что-то может сильно повлиять. На сердце, на нарушение ритма магния тоже влияет. Поэтому все нужно есть нормально, как мы обычно едим. Но не обжираться, друзья. Вот. Это касается варикозы. Я, наверное, обрадовал толстыков, которые говорят, ой, которым говорят, надо все диеты и так далее. Диету надо, чтобы не поправляться. Потому что если есть варикоз и вы еще ожирение, то, к сожалению, ожирение усиливает проявление варикозы. Само ожирение не является причиной варикозы, друзья. Вот такие особенности. Потому что у меня были пациенты 140 кг, у них идеальная вена и все. Все-всем благ. А потом расскажу про питание при атеросклерозе, для артерии как. Все, до свидания.